Сейчас мне приходится там, где кого-то писать. На самом деле, когда говорят о шестидесятниках, вот мне тут один из знакомых написал целый ряд вопросов, для «Новой газеты», где там упоминание о каких-то московских кухнях, еще что-то такое. Во-первых, по крайней мере, по этим вопросам, что к вам, конечно, не имеет отношения, и по общераспространенному, на самом деле, мнению, все маломольски интересное, что происходило в шестидесятые годы, связано вот с этой вот и средой, называющих себя шестидесятниками. А я бы сказал, что для меня это было как раз среда в значительной степени очень малоинтересная. Хотя, с формальной точки зрения, я там, в шестьдесят пятом, шестьдесят шестом году заведовал отделом критики в журнале «Юность», тогда в самом популярном журнале, действительно поставившем рекорд мировой, наверное, тиража литературного журнала, по-моему, он доходил до пяти миллионов, ну, вокруг которого, как бы, вот, частью печатались, частью не печатались, но были все наиболее известные тогда поэты, прозаики, и, в общем, актеры, режиссеры. Ну, в общем, обычно это еще дополняют тем, что вот в это время наступило какой-то там части советской интеллигенции разочарование в советских идеалах и попытка переосмыслить советскую историю, и что вот это вот, кажется, так все важно и интересно. Но для меня-то как раз и важной, и естественной была среда людей, которым никогда не приходилось ничего переосмысливать, поскольку никакого приятия советской власти у них не было ни раньше, ни позже, ни в это время, и было вполне внятное понимание того, что оно такое. Ну, конечно, без всякого махания руками и постоянного упоминания об этом, но тем не менее, это была заведомо чуждая и среда, и идеология, ну вот, любой коммунистической или бывшей коммунистической среде, вот, которыми были шестидесятники по преимуществу. Те, кто, ну вот, когда говорят об этом переосмыслении, это вот имеются в виду или коммунисты, или дети коммунистов, которым вдруг, вот, значит, вот, идеалы показались не такими уж розовыми и блестящими. А среди моих знакомых были люди, которые по преимуществу, и именно они для меня были и интересные, и естественные, это были и мои родственники, просто люди, с которыми по преимуществу я общался, которые, для которых все было, которые, может быть, не все знали, потому что вся информация была, естественно, засекречена, но которые совершенно точно понимали, что есть что, и кто есть кто, и что происходит в России. Это могло быть совершенно полярное, как бы, российскому и советскому обществу ситуация с Анной Андреевной Ахматовой, которая просто даже не понимала толком, что происходит вокруг. Вот вы меня спрашивали о шинели, которую я носил, а... так вот, ну, это действительно было доношиваемая мной шинель студента института гражданского воздушного флота, где я пару лет проучился, когда меня в ней увидела Анна Андреевна и в этой форме ГВФ, она тут же решила, что если я в форме, значит, я какой-то государственный человек, причастный к тайнам, причастный к каким-то государственным секретам, она начала со мной советоваться, вот как вы думаете, а правда ли мне вы говорили, что Колю реабилетировали? И как вы думаете, это правда? И где это можно выяснить точно? А я даже не сразу понял, что Коля-то это был Гумилёв. Вот. И вообще совершенно не мог понять, как об этом можно спрашивать там 22- или 23-летнего мальчишку. Тоже в достаточной степени далеко от всякой советской среды. Среди моих родственников не было ни бывших, ни настоящих, ни будущих коммунистов. Вот. Что-то менять в своих взглядах тоже никакой нужды не было. И интересно мне было, если писать, то писать, скажем, не о своих... знакомых, с которыми мы каждый день обедали, значит, в доме литератора были, с которыми я сидел в юности, об Андрее Белом, о Ремезове, о Мережковском, ну, то есть, или о литературе начала века, или о литературе русской эмиграции. я довольно много тогда переписывался, все-таки письма уже проходили, а я не обращал большого внимания на то, что было вполне очевидно, конечно, что они читаются и где-то учитываются, иногда доходят, иногда не доходят, с Натальей Владимировной Кадрианской, парижской писательницей, и наследницей, одна из наследниц, Емезова и так далее, и Бунина, вот, с Ниной Николаевной Барберовой, с Софией Юльной Прегель, ну, то есть, с теми, кто в свою очередь даже живя в эмиграции, на самом деле были наследниками Серебряного века русской литературы. Какие-то очень любопытные вещи рассказывал Николаевна Бугаева, вдова Андрея Белова, и я в дне поэзии, не помню, какого года, года 64-го, сделал первую, там, после 30-х годов публикация стихов Белого. Ну, в общем, в общем, в гораздо большей степени меня мне было близко именно вот эта среда, ну, во-первых, гораздо более цивилизованная, во-вторых, гораздо большей степени связанная с русской культурой, периода ее расцвета, с русским типом мышления, опять-таки, неискаженного советской властью, ну, и, конечно, в значительной степени и мировственными ценностями. Ну, так что, в общем, ну, скажем, я учаюсь на факультете журналистики параллельно, с удовольствием, там, раздавал билеты на вечера в политехнический музей или в Дум литераторов, там, Булата или Евгения Санча и Евтушенко, но сам туда не ходил. Никогда, ни разу так не было, ни на одном из таких вечеров, в общем, не могу забыть, как она Андреевна с усмешкой говорила, ну, таким, ну, с легким таким сарказмом, ну, да, до каких замечательных, а до какого замечательного времени мы дожили, ну, а теперь уже поэты выступают на стадионах, в этом смысле, кстати говоря, был вот среди знакомых своего возраста человеком несколько изолированным, как потом получилось и в значительной степени в диссидентском мире, где тоже, в общем, все-таки очень большая часть были, над этим всегда смеялся Толя Марченко, что он вообще среди диссидентов единственный рабочий, а что все остальные дети коммунистов, вот, и Лара Богоразы, ну, в общем, все без исключения почти, Красинга, Кир, так, ну, кого не назовешь, вот, ух, с одной стороны, то, что я сразу же на факультет журналистики попал более-менее случайно, мне просто не хотелось заниматься математикой и физикой, поэтому я ушел из института ГВФ, просто перестал туда ходить на занятия, как бы то, что мне было там интересно делать, сейчас опять-таки чаще всего связывают все с тем же движением шестидесятников, хотя на самом деле там, ну, вот, Саша Морозов на вечерах забытой поэзии, но опять-таки это забытая поэзия, это были люди, погибшие в лагерях, рассказывал о Мандельштайме, там был вечер Олейникова, Хармса, ну, так попеременно, то московский, то петербургский, поэты в усопном доме в университете мне в году 65-м удалось устроить выставку Левоферча Жегина, который был еще жив, Веры Пестель, Татьяны Борисовны Александровой, с которыми мы были просто дружны очень, ну, то есть опять-таки это было, ну, уже вопись 20-х годов, это было Аня Рабин, не Краснопевцев, не, даже не Харитонов, вот, тогда это были, вот, ну, раньше устроился целый ряд выставок и в это время Николай Иванович Харджиев в музее Маяковского, но проблема была в том, что эти, в общем, наиболее значительные, наиболее интересные выставки искусства начала века были двухдневные только, но больше он разрешения получить не мог, паровый выставок устроил тогда, ну, в общем, замечательный коллекционер Яков Ивсевич Рубинштейн, благодаря своему племяннику, который был референтом Капицы в институте имени Капицы, ну, в институте театрической физики, у Капицы, ну, ну, я так даже вот тоже и надо сказать, что наша выставка все-таки просуществала месяца два, хотя и вызвало возмущение подкома университета. Вот. Ну, не знаю, что вам рассказывать дальше. Более-менее, естественно, что в 68-м году, как только наш курс кончал, по-видимому, они не хотели слишком открытого скандала или даже ожидали, может быть, каких-то, я не знаю, протестов, что ли, на меня благополучно из университета исключили, причем, в общем, для этого была разработана такая вполне довольно сложная операция, которая закончилась тем, что им пришлось мне в лоб сказать, что это сделано по требованию КГБ. К этому времени меня уже перевели на озвученное отделение, а жена еще училась, вот, значит, кончала дневное. И однажды приехала на дачу в Трои Целыково, где мы жили, и говорит, ты знаешь, что им в общем висит объявление о твоем исключении из университета. А я за академическую не успеваю, а я к этому времени, в общем, можно сдавать экзамены в любое время, лишь бы ты успел к сессии. Я к этому времени все экзамены сдал. А факультет был в журналистике тогда маленький, все друг друга знали. От меня, отчеловедующего отдела в большом журнале уж тем более, так с некоторым недоумением приезжая на факультет, иду в учебную часть, спрашиваю у этих дам, которые у меня постоянно брали пригласительные на всякий вечерок, а в чем, собственно говоря, дело. они говорят, ну как, вы ничего не сдали. Я говорю, я же вам приносил отрывные листки. а поскольку, значит, я действительно сдавал не вовремя, то сдавал не по ведомости, а вот по отрывным листкам. Нет, мы нам ничего не приносили. Совершенно много, глядя мне в глаза, и тут выяснилось, что у меня кто-то украл отчетку. То есть, никаких доказательств того, что я сдал экзамены, нет. И они мне там перечисляют шесть экзаменов, которых я якобы не сдал. Опять-таки, факультет действительно маленький, все друг друга знают. я сначала поругался, потом пошел к каждому из преподавателей, которым я сдавал экзамены, и они мне написали, значит, справочки о том, что я экзамены им сдал. В общем, надо сказать, что среди тех, кому я сдал экзамены, кто мне написал такую справочку, была эсепиритар парт-организации факультета Абрамович, которая преподавала литературное редактирование. Ну, я, значит, с этими бумажками о том, что все я сдал. Иду к заслужскому, иду еще кто-то не может меня принять, кто-то прячется, кто-то еще что-то такое. В консенсу все-таки показать эти бумажки мне удается, и тогда недели через две появляется новый приказ о том, что я отчислен за профессиональную непригодность. Ну, сейчас все ребята там печатаются и так далее. В то время, когда учился я в 60-е годы, на самом деле никого из преподавателей не печатали в тех местах, где печатали меня. в той же самой литературной энциклопедии мне предложили написать статью о модернизме, так это я сказал, что давайте я напишу русскую часть, а западную пусть напишет Засурский, декан, которого там совершенно печатать не собирали. Потому что преподаватели вообще не печатали, не говоря о студентах. А я печатался там и в новом мире, и в знамени, и еще где-то, и еще где-то, ну, в общем, по мелочам, но тем не менее был вполне профессиональный человек. И тут мне, значит, пришлось отбегать все эти конторы и собирать новую пачку справочек о том, что вот я, значит, работаю и там, и там, и там, и там, и там, и там. И теперь уже начал ходить с двумя пачечками справочек. Одно о том, что я сдал экзамены, второе о том, что я, вот, более-менее профессионально пригоден. А для начала, пошел к университетскому юристу, а не что-то такое, это самое. ректор меня не принял. Поговорил с Марией Васильевной Розановой, женой Синявского, который в это время сидел, хотел, ну, Андрею Донатчу защищал Эрик Коган, вот, нельзя ли его подключить к этому делу. Коган мне объяснил, что нет, вот, дела внутри учебных заведений, там, со студентами и так далее, юридическим, вот, образом не решаются и судами не рассматриваются. А, в общем, что-то есть, сын уехал к матери в Киев, плюнув более-менее на все. но дело в том, что, вот, другой мой дед, вот, прямой, так сказать, Саня двоюродный мой дед, а, вот, отец моей матери был довольно крупным ученым, там, проектировавшим одну из, вот, этих гидроэлектростанций по плану ГЛРО, ну, первых русских, там, ученики его и академик Доланэ, и Королёв, и там, и так далее. Он такой, был крупный гидравлик и аэродинамик, в свою очередь, его руководителем диссертацией был Жуковский, вот, он так в 20-м году дошёл до Одессы и собирался, как и все профессоры Киевского политехнического института эмигрировать, но в Киеве оставалась, вот, знаете, жена и дочь, оставить их он не мог, вернулся в Киев и был одним из таких наиболее уважаемых и старых профессоров в Киеве вообще, а плюс к этому он был единственным, кого продолжали пускать в Германию, и он возил своих студентов в Германию до года 32-го, до тех, пока не заболел. И одним из его учеников был и, в общем, с которым мы более-менее были знакомы и дружины в это время президент Украинской Академии Наук, такой академик Швейц. Мама сначала сама ему рассказала, потом я Ивану Трофимовичу все это рассказал, пожал плечами, говорит, ты знаешь, вот я в довольно приятельских отношениях замминистра высшего образования в Москве, я ему позвонил и ты с ним поговори на эту тему. Я тогда приехал в Министерство высшего образования, я забыл его фамилию, он был, кстати говоря, ректором МГУ Московского университета. пришел к нему, все ему рассказал, он мне говорит, ну, вы знаете, я вот замминистра по науке, давайте я сейчас позвоню в следующее управление высшим учебным заведением, и вы с ней поговорите. Позвонил, я пришел, все и рассказал, показал еще из бумажек о том, что я сдал все экзамены, потом здесь бумажек о том, что я печатаюсь буквально во всех литературах, маломальски крупных журналах, которые в Москве существуют, мне сказали ну ладно, займусь приходить через неделю вот, мы поговорим в назначенное время, там 2 часа дня что ли, она сидит за столом, перебирает какие-то бумаги, показывает мне на стул около стола, говорит, что подождите минутку, я вот сейчас кончу, ну я сижу, жду, минут через 5 раздается телефонный звонок, наберет трубку, и говорит, да, 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 я понимаю, да, Григорианцев да-да, да, КГБ, да-да, да-да, да-да-да, КГБ, да-да, Григорианцев да-да, ну и так далее, Длится так минуты три, после этого она кладет трубку и говорит, что ну да, конечно, мы проверили вашу бумагу, но вы ведь сдали экзамены не вовремя. Я говорю, да я имею на это право. Нет, ну знаете, все-таки экзамены надо сдавать вовремя, вот вы поработайте год, вот вы служите хорошие характеристики, вот тогда вот, может быть, мы вас восстановим. Я говорю, да сквозь стати я все это должен делать, и зачем мне это нужно, тем более, что нет, 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 вот надо было вовремя сдавать экзамены, надо было сдавать со всей группой, вот тогда бы вы... Я говорю, ну ладно, давайте мне тогда назад все мои бумажки, а Эрик Коган меня научил, что, ну вот есть такая организация, комиссия парцов контроля, что там сидят пенсионеры, которым делать нечего, и которые, в общем, от самых, от которых может быть какой-то толк. Я говорю, нет, давайте мне назад мои бумажки, я пойду в комитет парцов контроля. Он говорит, нет, я вам ничего не отдал, у нас это все подшито, у нас это в деле, у нас это... Ну, в общем, ничего мне не дает, у меня его проваживает, у меня началось... А я приезжаю, значит, на дачу, от всех этих приключений у меня уже начинает болеть желудок и вообще... Сама... Опять... Уже начало августа, значит, все преподаватели разъехались, опять собрать бумажки о том, что я все сдал, я просто не могу... Ходить по редакциям, мне противно, да, мерзение... В общем, так все, оно и кончилось. Вот, ну, на самом деле, большого значения, конечно, не имело. Все это было совершенно неинтересно. Благодаря этому как раз я прожил несколько лет в Киеве у своей матери, где в это время было два человека, с которыми, в общем, я был дружен и... которые были по преимуществу моими там знакомыми. Это был Виктор Платоныч Некрасов, которого я, в общем, больно хорошо знал и по новому миру. Ну, и... Он был дружен с Игорем Санчем Сацем, а я со своей стороны тоже был с Игорем Санчем в очень хороших отношениях, а потом уже в тюрьме, может быть, он даже меня просто спас. Ну, это уже гораздо более поздний рассказ. Ну, и был Сергей Параджанов, который, в общем, жил недалеко от нас, и который был центром как бы другого такого... Украинского изобразительного мира. К этому времени он уже снял не только «Тени забытых предков», получившие там чуть не 14 золотых медалей на всех фестивалях, но и, по-моему, цвет граната, который так и не вышел. Сережа его показывал. Периодически у него была своя пленка, периодически там ему удавалось устроить какой-нибудь просмотр на студии Довженко. И надо сказать, что жизнь в Киеве была в это время, на самом деле, вполне симпатичная, хотя работать там, конечно, было негде, печататься там было негде, и... Ну, в общем, стабильно жить было невозможно. Кстати говоря, и Некрасова в это время уже там не печатали совершенно, поскольку все еще сохранялось не только угонь по его поводу Хрущева, но и какие-то новые уже были критические статьи в связи с его воспоминаниями о поездках в Америку и во Францию. Параджанова травили со всех сторон, хотя, в общем, до ареста вообще не дошел. Ну, чего он еще нужен? Тем не менее, к Москве это, в общем, на самом деле, интереснее. Потому что начало 60-х годов это, тем не менее, были годы, когда появилась вполне ощутимая уже и другая среда, вот я говорил о том, что вспоминают обычно вот такую посткоммунистическую среду людей, называющих себя шестидесятниками, но кроме, тем не менее, все-таки тех, кого можно по праву называть наследниками Серебряного века и его остатками, русской культуры. И, кстати говоря, многие из них не были особенно старыми людьми. Вы же понимаете, что, скажем, в 63-м году человеку, который даже родился еще в 19-м веке, там, ну, было 65 лет, 67 лет. То есть это даже не то, что... То есть это люди, которые не просто пережили гражданскую войну и отечественную войну, и террор 30-х годов, и антисемитские кампании 50-х, но это люди, многие из которых просто еще и существенную часть своей жизни они прожили просто до революции и сформировались до нее. С одной стороны, это была действительно очень важная часть, хотя как бы менее заметная, менее эффектная, не махающая руками, потому что они многому научились за десятилетия советской власти, и не кричащая, и не выступающая на митингах, но тем не менее тогда оказывавшая большое влияние на нравственный климат русского общества. Скажем, сейчас я могу рассказать, как в течение многих лет мой хороший знакомый, приятель, человек, который мне помогал, поскольку он был старше меня, литературовед и критик Олег Михайлов, году в 67-м, ну, не знаю, используя тюремный жаргон, можно было бы сказать, скурвился, и написал довольно гнусное письмо, снимая свою подпись, данную им перед этим, под письмом в защиту Олега Генцбурга. А тут в этом новом письме, конечно, сделанном по написанному результате шантажа, в результате того, что ему пригрозили, что его перестанут печатать, ну и так далее, и так далее. Но тем не менее написано, где были какие-то фразы о том, что я как русский человек, намекая, значит, на то, что Олег Генцбург не русский человек, ну и так далее. Так вот написал это письмо, Олег прийти в дом литератора уже не мог. Вот казалось бы, ну, что-то дом советских литераторов, правления Союза писателей СССР. Но тем не менее климат там вот совершенно незаметно как бы, совершенно как бы неощутимо. Но тем не менее определяли старые переводчики и переводчицы, какие-то люди, совершенно не связанные ни с какой советской иерархией, ни с какими датскими так называемыми стихами, то есть стихами написанными к датам. Это была среда, в которой человек, совершивший гнусность, уже появиться не мог. Ну, в течение многих лет, будучи членом Союза писателей, получая, значит, каждый день приглашения, то на кинопросмотры, то на какие-то вечера, то еще что-то такое, не на эти вечера, не просто даже пообедать, в общем, в хорошем и недорогом ресторане, тогда дома литераторов не мог. То есть на самом деле в Москве тогда еще существовало очень многое определявшее среда, уцелевшее все-таки каким-то странным образом, но уцелевшее после революции. Совершенно сейчас забытая и совершенно как бы непонимаемая теми, кто пишет об этом времени. Ну, как я уже говорил, именно эта среда и была для меня своей. Но в 60-е же годы появилась уже не как отдельные люди, а тоже как определенная категория. Пусть небольшая, но тоже, в общем, забытая и неоцениваемая теперь по-настоящему среда людей, которые вернулись из лагерей. Это было... Среди них были, в том числе, кстати говоря, и писатели. Ну, вот среди близких моих знакомых, Варлам Тихон Шаламов, Валентин Валентинович Португалов, Костели, на котором я тоже немножко написал, там... На самом деле их было не так мало, и главное... Главное, они тоже довольно многое определяли в этом климате 60-х годов. Причем, ну, в Доме литераторов, там, скажем, Борис Абрам Слуцкий устраивал... Ну, я не хочу называть фамилию этой поэтессы, но возможность Португалову прилюдно, вот, в Доме литераторов встретиться с поэтессой, которая писала на него доносы. Ну, благодаря которой он и был арестован, там, будучи студентом литературного института, году в 37-м, что ли. И в 38-м... Там Аркадьевич Беленков, тоже вернувшийся в это время. До этого вернулся Сергей Александрович Бондарин. То есть, на самом деле, это были десятки людей, которые как бы смыкались вот с этой средой, о которой я говорил, хотя не всегда это была единая часть русского общества в это время, но, тем не менее, это существенно отличалось и от тех, кто, казалось бы, были в это время наиболее заметны, и те, о ком сейчас чаще всего говорят. В это же время печатал, выпустил первую свою книжку, тоже вернувшийся с Колумы, тоже, Толя Жигулин. Это было время, вообще, постоянно передаваемых друг другу каких-то неясных рассказывая ожиданий. Я помню, как Андрей Донатч-Синявский мне говорил, что вот... Говорят, что вернулся Борис Пильняк. И так, находятся в таком состоянии депрессии, что боятся ночевать в одном месте, и каждый день ночует в разных домах. Вот кто выжил, а кто погиб, в общем, не было известно. Какие-то легенды рассказывались о смерти Клюева, причем кто-то верил в то, что он погиб, а кто-то не верил. И вариантов его смерти тоже существовало несколько. Ну, я уж не говорю о многочисленных вариантах гибели Мандельштама. Тоже с предположениями, что, может быть, он и выжил. То есть, на самом деле, все это очень мало вписывалось, скажем, в стихи Вознесенского о Ленине в Лонжемо или в поэму Евгения Саныча о братской ГЭС. И даже не очень соприкасовалась. Сейчас предпочитают вспоминать как раз об этом времени, как о времени такой псевдореволюционной романтики. Действительно, всего этого было довольно много. Действительно, Булат писал в том числе и песни о том, что я все равно был на той, на той последней, на Гражданской. И там комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Трифонов и Владимира. Может быть, Вася Аксёнов писали книжки в серии «Пламенные революционеры» на Красине, еще ком-то там, и это, в общем, считалось, ну, как бы большим шагом вперед и необычайным либерализмом. Потому что, действительно, вот впервые вспомнили печатно о народниках, ну, и не только о народниках, но и о народовольцах, ну, как-то вот здравого понимания, которое было у людей. Ако почему? Продолжение следует...